Здравствуйте, с вами Влог. Ничего святого с Сергеем Понярковым. Я тот художник, который может объединить каждого. Есть одна трагедия, которая прошла незамеченной, а зря. Вы понимаете, есть проблема, с которой столкнулись наши союзники с неожиданной стороны, потому что им начали переводить то, что говорит Зеленский, и вся шобла, которая пришла вместе с ним. До начала полномасштабной агрессии они могли игнорировать, пропускать и не особо замечать, но сейчас им пришлось вникать. Это трагедия. То есть они офигели, офигевают и будут продолжать офигевать, потому что, вы понимаете, когда вдруг людям, психически здоровым из развитых стран, начинают переводить весь этот понос, потом у меня в голове война закончилась, я не могу мыслить стратегически, ну я же не лох, ну что я тряпка. Вот когда это все начинается в рабочем порядке, не по приколу после рабочего дня, а и людям нужно вникать, это их работа, они получают зарплату, то есть они занимаются Украиной профессионально. И вот когда им начинают вот все вот это вот, вот то, что говорит безуглое, то, что несет вот этот вот кулеба, который верхом там на лопате от Илона Маска собрался с кем-то воевать. Чувак, ты хочешь воевать на лопате, так вперед, мы тебя не держим. Когда вот эта пидласа, она говорит, что всем, у кого зарплата 500 долларов, надо платить налог на роскошь, вы купили айфон, при этом она в блузке почти за двушку зелени, и это все наши западные союзники профессионально должны с этим работать. То есть когда они верят, что несет Стефанчук, у них, конечно, волосы становятся дымом. Посмотрите, им переводят Данилова, и когда они читают, у нас оппозиции в стране нет, она нам не нужна и не будет, а всех предыдущих политиков мы к власти больше не допустим. Ну, у них это, ну, чтобы вы понимали, для западных политиков, для профессионалов, для людей, кто занят государственным управлением, планированием, для них подобное заявление – это «Алиса в стране чудес», это «Зазеркалье». То есть когда они, которые требовали развитого самоуправления в Украине, Порошенко, они с него снимали стружку пять лет, и, наконец-то, начали появлять там и Гройсман, и вдруг оказывается, что местное самоуправление, которого добивались наши союзники, как непременное условие, там, вступление в Евросоюз и в НАТО, вдруг Зеленский решил послать нафиг, ну, свойственным ему криком «Ну я же не лох!» они просто, вот им это все переводят, они долгое время думали, может, не так перевели. Они что-то вот думали, может, какой-то переводчик плохой там, референт подкачал, но они, когда понимают, что у нас в стране 50 чем-то заявлений лежит на выход из парламента, когда они видят, за что судят Червинского, когда они понимают, что за Лужного не выпустили, потому что у Бумбочки истерика, они не понимают. И вот, когда они с этим сталкиваются, вот уже почти два года у них озноб по коже, они растеряно лупают глазами, они спрашивают, они спрашивают «What the hell is this?» Ну, поверьте мне, я видел эту реакцию, я общался с людьми, которые из нормального государственного управления, где четко все по правилам, по закону у них не укладывается в голове. Как это так? У Зеленского есть свои генералы, которые подчиняются Зеленскому, и которые от Ермака поставлены. А есть заложные, которые воюют вот за Украину целиком, и ему постоянно мешают. У них это не помещается в голове. Когда они слышат историю про прослушку ткача, ну, они же все испорчены западной демократией. У них же был Уотергейт, там, все, там, срочно, Никсона в отставку. Когда они это все видят и слышат, у них искренне, где-то внутри, как бы, ну, они ожидают чего? Что, ну, чуть ли не процедура импичмента. То, что произошло с Мазепой, то, что происходит вообще с бизнесом, у них не укладывается в голове. Они действительно не понимают. Как говорил Михаил Сергеевич, а где тут собака парилась? Товарищи, что такое перестройка? Это когда непонятно, где собака парилась. Мы с Раисой Максимовной до сих пор не понимаем. У них такое же растерянное ощущение, как у Горбачева, перед тем, как медным тазом накрывается Союз. То есть гипс снимают, клиент уезжает. Не понимают люди, как у нас нет закона, по которому можно задержать многодетного отца, там, инвалида любой группы. Просто перекрыть границу, провести обыски без ордера, как у того же Мазепы. У них действительно есть такая идиосинкразия на то, что происходит у нас. Потому что они до определенного момента абсолютно искренне и, в общем-то, правильно верили, что Украина – это не Венесуэла. Ну, то, что Кучма сказал, что Украина – это не Россия, это понятно. Но они-то думали, что у нас, ну, не Таджикистан, ну, не Мьянма. Мало того, их же Порошенко развратил. Тем, что у нас, я сейчас смотрю, до носа Порошенко была такая европейская демократия, вольная, вольница, свобода, слово. Нет, ну, воровали у нас всегда. Еще и при Совке, и после Совка. Это понятно. Но то, что произошло сейчас, вообще не налазит ни на какую голову. Больше того, наши западные союзники, которые ни на секунду, ни на миллиметр, в общем, не влюбились ни в Коломойского, ни в Дубинского, они не понимают, как. Хорошо, допустим, ну, гипотетически, они же ждут решения украинского суда, что Коломойский украл деньги, и тогда они в Америке ждут его, ну, с решением украинского суда, что он здесь украл деньги, для того, чтобы его судить, что он украденные деньги отмывал. Ну, потому что отмывать неукраденные деньги, ну, это тогда не отмывал. То есть, тогда нет состава преступления. И, а, 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 а он сидит так, что судебной перспективы у него нет. Больше того, они объявили санкции против Дракача, там, Дубинского, еще целого, там, сонмища, вот эти, там, Тележенко. И вот сегодня Дубинский сидит за то, что он дал показания на президента и на Ермака. Он, то есть, как бы сидит не за что-то другое. Ну, подождите, а у них не принято сажать политических оппонентов, ну, вот, или просто тех, кто дает показания на президента. То есть, в Америке Червинского должны взять под федеральную защиту, и журналисты всей страны будут просто дежурить вот кольцом. Поэтому они до сих пор не понимают, вот, суть того, что произошло в этом Вагнергейте. То есть, для них действительно, друзья мои, это пытка. Серьезно, это пытка. То есть, вот, они, когда пытаются это понять, это такое впечатление, знаете, что, знаете, ну, легче найти угол у безуглой, чем понять для них несчастных, потому что это за пределами понимания. Действительно, они какое-то время, те, кто, ну, как-то с Украиной работали, они привыкли к той другой Украине, где далеко не все было хорошо. Но это было не Латинская Америка, а сейчас, друзья мои, ну, я вам скажу, что Латинская Америка, как бы, она для них понятнее. То есть, там, как бы, легче разобраться. Потому что Зеленский, Ермак, Татаров и все, весь клубок, это ежедневная пытка для наших западных партнеров, потому что понять это умом, постичь это невозможно, и они периодически оказываются, ну, вот есть хорошее английское слово, to be perplexed, to be perplexed, то есть, они, они озадачены, они офигевают, и у них вот это перманентное желание чесать репу, там, щипать себя и думать, не спят ли они, работая с этим. Как говорится, аналогов нет, черт побери. Друзья, не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, обязательно оставляйте комментарии, распространяйте правдивую информацию в соцсетях, потому что у нас зеленая команда украла свободу слова, а наша миссия не дать им нас обворовать, а победа, в чем я ни на секунду не сомневаюсь, как и вы, обязательно будет за нами, потому что за каждым из нас не сошареет.